К митингующему милиции и руководства автономии претензий достаточно. Например, отсутствие разрешительных документов на проведение митинга и нарушение общественного порядка в Феодосии. По данным фактам уже возбудили уголовные дела, сообщил Василий Джартын. То, что происходит сегодня, и то, что предполагалось сделать сегодня непонятные общественные организации, я так и скажу, непонятные общественные организации, с непонятными людьми, с непонятными паспортами, непонятно кто они, граждане Украины или Российской Федерации, создать прецеденты дестабилизации в Крыму. Я говорил до этого, повторю сейчас, что я сделал все для того, чтобы не допустить дестабилизации в Крыму. Крымский премьер прокомментировал и решение Совета министров передать Симферопольский шахматно-шашечный клуб Республиканскому комитету по охране культурного наследия, а в дальнейшем сделать его туристическим объектом. Глава правительства заверил, дети не будут обижены. Для клуба сейчас подбирается новое здание. Обсудили присутствующие и школьные проблемы. Министр науки и образования Виталина Дзос пообещала до 25 августа утеплить все школьные и дошкольные учреждения, а к концу сентября полностью подготовиться к отопительному сезону. Зато министр курортов и туризма подвергся критике. Практика почета отдыхающих превратилась в фарс. Об этом говорят не только в кулуарах. Нам нужно оценивать работу, нашу работу и курортный сезон в целом во всей его красе по доходной части бюджета. После недавней встречи крымского премьера с президентом Украины республиканский бюджет пополнился на 46 миллионов гривен. Сообщили правительственные мужи. Эти деньги пойдут на социально-экономическое развитие полуострова. Юлия Кузьменко, Александр Чукалов, Служба новостей и ТВ.